Всем привет, друзья! Вы на канале Блог Владивосток. И сегодня мы прокатимся по мосту на остров Русский. Вот такая дорога довольно хорошего качества подводит к началу моста на остров Русский. Этот мост самый большой мост, вантовый мост в мире по высоте или по длине вантов. Ограничение скорости 60 км в час. На въезде сигнализируют таблички, электронное табло. Также на въезде охрана стоит. Уточка с охраной, пешком пройти нельзя. Что интересно, что этот мост можно пересечь пешком, на велосипеде. Я пересекал, катался на велосипеде по этому мосту. И в одну, и в другую сторону никто не препятствует проезду. На автомобиле, естественно, бывало только несколько раз перекрывали мосты из-за штормов. И вот в том году из-за ледяного дождя перекрыли мост на неделю, по-моему. И островитяне очень серьезно ощутили нехватку этого объекта, потому что они не могли ни уехать, ни приехать на остров к себе домой, либо на учебу, либо на работу. И, в общем, люди страдали от того, что переправу накрыли. Но быстренько организовали паромную переправу. И хоть как-то худо-бедно люди переправлялись на паромчиках. Мост довольно длинный, 2 километра в длину. Качество дорожного покрытия отличное. Мост уже функционирует 9 лет. И, надо сказать, 9 лет с ним практически ничего не приключилось, кроме ледяного дождя, который налип ледяными глыбами на ванты. И был риск, то, что лед отколется от ванты и разобьет машину, автомобили и людей, которые находятся внутри автомобиля. Сейчас происходит, я так понял, реставрация самих тросов, вант этих, на которых был лед. И восстановление в оплетке белой, вот эти вот, белый, синий, красный. Качество моста классное. Пролет очень высокий. У меня где-то на канале есть ролик про сам мост, про длину, про пролеты, про высоту, про технические характеристики. Где-то порой, где-то год назад я выпускал такой ролик. Ну, сейчас мы просто прокатимся или прокатились по мосту с небольшой скоростью. Можно посмотреть налево. Вот так виден залив. Направо тоже. Особо ничего не видно, потому что машина низкая. На съезде с моста было кольцо. И если порыться в интернете, можно найти куча видео ДТП, как автомобили пролетали прямо, не замечая того, что впереди препятствия в виде кольца. И нужно притормаживать и объезжать кольцо по кольцу. Извините за тавтологию. Сейчас кольцо это сравняли и у нас хороший прямой проезд. Кстати говоря, я еду опять тестировать САПы уже в другое место, в Бухту Труда. Съехали на материк и видим, что асфальт здесь свежий, только переложили. Видно, гудрон растекся. Сегодня 17 мая 2021 года и машина показывает плюс 25, хотя уже 6 вечера. Представляете, днем было плюс 29. Жара несусветная в мае. В общем, сейчас едем кататься на САПах. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Вам не сложно, мне приятно. И увидимся в новых видео. Спасибо за ваше внимание.